Декларация защиты прав Человек и гражданин Это своего рода международная конституция Она была принята 48 лет назад А наша внутренняя конституция Три года назад, сегодня один на один Анатолий Лукьянов Председатель комитета по законодательству нашей думы Ну и в прошлом автор брежневской, по-моему, да, конституции Если так можно сказать Один на один с ним Виктор Шейниц Член думского комитета по законодательству И судебной реформе Я благодарен, что вы пришли Итак, сегодня мы поговорим о правилах игры в нашем государстве Или об их отсутствии Оставайтесь с нами Значит, будем говорить, скорее всего, о том, что У парламента раньше было больше прав Сейчас их стало меньше Но когда у парламента было больше прав И вроде бы конституция была такой более демократической Как-то все нехорошо в октябре получилось По старой конституции Так может, лучше такая, как сейчас По крайней мере, меньше убивают? Я думаю, что такая, как сейчас Обречена на постоянную вражду Ветвей власти и президента с парламентом Так она построена, эта конституция Сделанная наспех Я бы сегодняшний день Вы знаете, я бы назвал Днем не конституции А днем фиктивности российской конституции Конфликт властей, он же и есть залог демократии Так вы все договоритесь против народа и все Вы знаете, у меня несколько более сложное отношение к конституции Я вижу ее дефекты Серьезные дефекты Но я думаю, что само по себе Принятие конституции В той конкретной ситуации Которая складывалась в конце 93-го года Было в общем умиротворяющим шагом Хотя и то, как принималась конституция И то, какова она стала Вызывает серьезные нарекания Вот прошло три года, все-таки плюсы и минусы Отравлено, что они пессимистично настроены? Нет, я настроен всегда пессимистично Я считаю, что все равно Определенные правила жизни российского общества Победят рано или поздно И так же они переварят эту конституцию Как они переваривали разные конституции В разное время То есть президентская республика В том виде, в котором она существует И вас, вы считаете, она не для России? С моей точки зрения, она нежизненна Потому что она порождает Постоянный конфликт власти И та власть, и эта избираются народом Причем президентская власть Неизвестно какая Есть законодательная, исполнительная И судебная власть Есть еще президентская Она что, исполнительная? Какая она? Она царская Власть над властями Она царская, она такая виртуальная Вы совершенно точно сказали Потому что когда утверждалась конституция Я помню, Виктор Леонидович Тогда выступали многие Говорили, что она похожа на французскую конституцию И говорили, что вот она похожа на те полномочия Дает президенту те полномочия, которые есть у Миттерана Так я вам скажу Она действительно похожа на французскую конституцию Только на конституцию Луи Бонапарта Вот это точно Ну может быть это тоже неплохо По сравнению с нашим ворожством Вы знаете, я думаю, что она отличается от конституции Луи Наполеона Бонапарта В частности тем, что та конституция неизбежно ввела к перевороту То, что произошло в 1851 году Было неизбежным следствием слабости президента перед парламентом Президент, как писал Маркс Маркса не очень сейчас принято цитировать Но я позволю себе Как писал Маркс Он обладает почти царскими полномочиями Но все это кончается в прекрасный день мая В прекрасный день мая он теряет решительно все Это день новых выборов То есть президент как бы самой конституции подталкивался к государственному перевороту Что же касается нашей конституции То я не во всем согласен с Анатолием Ивановичем Я думаю, что вообще сам принцип разделения властей И параллельного избрания парламента и президента Принцип разумный Он был заложен не только в президентский проект Но и в тот проект, который разрабатывала конституционная комиссия съезда Но сейчас парламент чрезмерно ослаблен И вот эта чрезмерная ослабленность парламента Создает дополнительные проблемы, дополнительные сложности, конфликты и так далее Но надо вспомнить ситуацию 1993 года Если бы, не дай бог, в тот момент конституция бы не прошла Референдум не утвердил бы конституцию То я думаю, что это был бы открытый путь Может быть к гражданской войне, может быть к анархии Во всяком случае парламент, если бы он тогда был избран Государственная дума и Совет Федерации Не имел бы никакой легитимной основы То есть я думаю, что в той конкретной ситуации Надо было принимать проект конституции Тем более, что перед моими глазами два проекта Один проект, внесенный от имени президента И опубликованный в известиях 30 апреля 1993 года И тот проект, который появился в результате работы конституционного совещания И третий вариант Проект, который был подправлен уже после работы конституционного совещания И он оказался чуть хуже, на мой взгляд, чем тот, который был проработан На мой взгляд, тот проект, который появился в результате работы конституционного совещания Примерно к сентябрю-октябрю месяцу Был неизмеримо лучше апрельского варианта А в тот вариант, который окончательно был вынесен на референдум После конституционного совещания Были внесены некоторые изменения Частично полезные, частично очень вредные Но центральный вопрос, как я понимаю, который разрешился так трагически в октябре 1993 года Это, собственно говоря, то, что парламент раньше мог автоматически убирать президента Которого избрал народ И вы хотите к этому вернуться, потому что вам лично Гельцин не нравится Я хочу... Я вообще снимаю политически любой вопрос о личностях Давайте отложим в сторону личностные вопросы и посмотрим реально Конституция должна была, и Виктор Леонидович прав Установить какое-то согласие в обществе Но она была после расстрела парламента принята Она была принята после того, как был острейший конфликт Она рождена конфликтом, в который одна сторона победила другую Может ли сегодня такая Конституция служить консенсус согласия в обществе? Нет, потому что само общество все время расслаивается все глубже и глубже Сегодня 3% по данным официальным совершенно статистике богатых И 65% бедных Эта пропасть углубляется Что может в этих условиях сделать Конституция? Конституция должна наладить систему, которая будет консолидировать общество А она не консолидирует Нереально это у нас Нереально это у нас Ни какая-то хорошая, ни плохая Конституция Анатолий Иванович, я согласен с вами в том, что Конституция должна способствовать консолидации общества Конституция определяет некоторые правила игры Но давайте согласимся вот в чем Что Конституция, по которой мы живем, может изменяться только по тем правилам, которые заложены в самой Конституции Эти правила очень трудные Во многих отношениях ущербные Конституции изменить чрезвычайно трудно Маятник качнулся слишком далеко в другую сторону В прежние времена на съезде народных депутатов Утром можно было внести поправку Саша помнит А уже в середине дня В середине дня эта поправка проходила Виктор Шейнис, оставайтесь с нами Виктор Шейнис, 65 лет Окончил Ленинградский государственный университет Доктор экономических наук, профессор С 90-го года депутат Верховного Совета РСФСР А затем Государственные думы России, фракция Яблоко Член Думского комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Участвовал в разработке ныне действующей Конституции Я, как всегда, в самой неприятной роли здесь присутствую Чтобы прерывать уважаемых гостей Извините, Виктор Леонидович Я хотел сказать, что Ту Конституцию слишком легко было изменить Нашу Конституцию изменить очень трудно Но никаких других путей Кроме тех путей Которые обозначены в самой Конституции Нет и быть не может В реформе всегда лучше революция То есть выходить за рамки Конституции Даже по части ее изменения Нельзя Конституция определяет правила игры И эти правила игры Если мы не хотим вновь выходить на улицы Эти правила игры Надо судить Интересно, что об этом думают в Конституционном суде у нас Я думаю, что Прежде всего, вряд ли Из текста действующей Конституции Большинство положений Из первой главы Основы Конституционного строя И вряд ли весь второй раздел Об основных правах и свободах Человека и гражданина Вряд ли они будут как-то уже Очень существенно переварены На следующих этапах Я приберу вас буквально на одну секунду Виль Кикоть Советник Конституционного суда Доцент кафедры Конституционного права Московской юридической академии В 1993 году Эксперт комиссии по подготовке Ныне действующей Конституции Российская Конституция Очень похожа на французскую В том отношении Что обе они рождены кризисом Французская Конституция 1958 года тоже возникла В основке острейшего кризиса Развала империи и так далее И это повело к тому Что и во французской Конституции Не очень последовательно проведена Идея разделения властей Президент стоит как бы выше Остальных властей Но в то же время Если сравнить это даже С такой Конституцией Президентская как американская То все те полномочия Которые имеют российский президент Или французский президент Они их все имеют И американский президент Власть которого называется Просто исполнительная И вот к этому вероятно В какой-то степени Надо будет постепенно сводить Эту самую президентскую власть На практике по крайней мере Потому что она сейчас выходит Она сейчас активно очень участвует В исполнительной власти Все силовые министры Министры иностранных дел Подчинены не столько Премьер-министру Сколько президенту Так может действительно Время лечит Постепенно все Не обязательно менять Конституцию Еще одно добавление К тому чем говорил Виктор Леонидович Везде где правительство Имеет право Выразить в недоверие Где парламент простите Имеет право Выразить недоверие правительству Или его отдельной части Отдельным министрам Везде в этих странах Исключения по виду Не существует ни единого Везде глава государства С подачи правительства Имеет право Досрочно распустить Парламент Или его нижнюю палату И назначить новые выборы Или наоборот Там где как в Соединенных Штатах Парламент не имеет права Уволить ни единого министра И может контроль Главным образом Только бюджетный Осуществлять Там и глава государства Президент Не имеет права Распустить Одну или обе Палаты парламента И назначить новые выборы Досрочно Вилья Алексеевич Я думаю вы согласитесь со мной Что как раз ущербность Того проекта Который готовила Конституционная комиссия Заключался в том Что Дума получала право Увольнять любых министров А распуска парламента Там не было И как раз это положение В президентском проекте Было разумным Совершенно верно Совершенно верно И это было закреплено Потом в Конституции В той Конституции Которая действовала На концу Осени 93-го года И оно то и породило Эту ситуацию Предусмотрев принцип Незыблемый принцип Незыблемую основу Конституционного строя В том числе разделение властей В первой статье Дальнейшая Конституция Этому принципу противоречила Но это лежит в основе Надеюсь вы согласитесь со мной Что вот это взаимное право контроля Оно должно приводить К согласованной работе Двух органов Имеющих единый источник власти Избранных народов Вспоминая наш период демократического развития Андрей Иванович Моя ощущение что Многое зависит от людей А не от законов Просто никто не хочет Я вспоминаю Вот вы сегодня этот кошмар Вспоминали тоже Викторе Леонидович Начало Нашей демократии великой Люди не хотят сотрудничать Я вам хочу сказать Это конституция Которая создана Я еще раз повторяю Заложены эти противоречия Да я за изменение Конституции Не за принятие Но увы Сейчас надо менять Конституцию Изменять И менять ее В законных рамках Но не Конституция А можно же Вот Для этого мы Несли сейчас Недавно И приняли В Думе И приняли На Совете Федерации Закон о порядке Внесения поправок Конституции Тем не менее Все таки Что сделал президент У него аллергия На поправки Он Наложил вето На этот закон Мы будем его Преодолевать Это вето Вот что сделал президент А как люди Простые люди Расценивают конституцию Давайте посмотрим Как один выходной Нет Они рассматривают Право на труд Которое не осуществляется Право на образование Бесплатное Которое не осуществляется Право на жилье Которое теперь не строится И повышена заработная плата Право на бесплатное здравоохранение Где это все Право на жизнь В таком криминальном обществе Ведь вот вам Что сложилось Теперь посмотрите Конституция провозглашает Это государство Является государством социальным Ну как может быть Оно быть социальным Я вам скажу Если не выплачивается заработная плата Если право на труд Не осуществляется Посмотрите Я получил Сегодня письмо Это письмо Из Руднянского района Из моего Избирательного округа Учительница пишет Егорова Она пишет Что не на что жить Она на пенсии А то что приметит бюджет Чтобы были деньги Одну минуту Одну минуту Раньше тоже писали Свобода выезда Передвижения Можно только тогда Принять бюджет Когда будет работать промышленность Вы знаете кто это Егорова Но не конституция же А промышленность А вот Егорова Саша Это Жена Егорова Человека Водрузившего Знамя Победы Вот она пишет Государство Не может обеспечить Семью Которая Вот таким образом Такого человека Единственного в союзе Вот С этим Если мы будем сталкиваться Это не социальное государство Если мы будем говорить Правовое государство Преступность увеличилась В два раза Мы Впервые Стоим перед остановкой Судебной системы Нам Из Петрограда Получают Из Петербурга Письмо В котором Мне говорят Суды Не работают Останавливаются Мы Ленин Хорошая конституция Анатолий Иванович Эту проблему не решим Анатолий Лукьянов Оставайтесь с нами Анатолий Лукьянов 66 лет Окончил Московский государственный университет Доктор юридических наук С 90 по 91 Председатель Верховного Совета Союза С 93 Депутат Государственной Думы Член Президиума ЦК КПРФ Председатель Думского комитета По законодательству И судебно-правовой реформе Право на труд было Ну что Анатолий Иванович У нас тут правда Слово произошел Спор за кадр Ладно Давайте о конституции Вы знаете Анатолий Иванович Конечно То что не платят зарплату Бюджетникам Не платят пенсии Это возмутительно Безусловно Тут никто с этим спорить не будет Но есть одно обстоятельство Имеющее непосредственное отношение К конституции Мы с вами Достаточно критично Относимся к гипертрофии Президентских функций И к ослаблению функций парламента Когда это в Беларуси Коммунисты это устраивали Я еще раз вам хочу сказать Что у нас в комитете У профессионалов Это единая точка Здесь разногласий нет То есть экспорта наоборот Но Давайте скажем и о Думе К сожалению Наш парламент Тоже оказался не на высоте Даже в рамках тех функций Тех прерогатив Тех полномочий Которые ему предоставлены Фактически Мы обладаем Достаточно широкой Возможности Издания законов И в данном случае Во-первых Дума Которая к сожалению Не имеет твердого большинства И вокруг Очень принципиальных законов Не складывается Необходимое большинство Либо для принятия законов Либо для преодоления Президентского вета Во-вторых Парламент Это уже конституция Устроен таким образом Что Совет Федерации Как он сформирован Оказывает чрезмерно Большое воздействие На законотворческий процесс То есть То что проходит в Думе Очень часто Тормозит Советом Федерации И когда я говорил О дефектах Конституции Внесенных уже После конституционного Совещения Я имел ввиду в частности Порядок формирования Совета Федерации Это так? Лариса Львовна Этот закон О порядке формирования Он же шел С очень большим трудом Он был несколько раз Отклонен президентом Есть различные варианты Вернее Возможно Были различные варианты Формирования Совета Федерации К сожалению Я считаю Что мы выбрали Не лучший Я прерву вас На одну секунду Лариса Ефимова Советник-эксперт По государственному И муниципальному Управлению Госдумы Считает Что с ныне Действующей конституцией У России нет будущего Наша конституция Содержит Очень существенный дефект То что у нас Нижняя палата Не обладает Контрольными полномочиями На самом деле Если бы Государственная дума Была в праве Отстранить Отдельных министров Или не было бы Такой сложной Процедуры Выражения Недоверия правительству Если бы эта процедура Была гораздо проще То тогда Мне кажется Государственная дума Могла бы оказывать Существенное влияние Именно на выплату Пенсии Заработной платы Потому что Министры Ответственные за это Они ощущали бы Что Они могут лишиться Своего места Сейчас вот такого страха Нет Но можно не меняя Конституции Допустим Принять в доме Какие-то законы Которые позволяют Это сделать сейчас Нет Конституция Достаточно четко Устанавливает Порядок При котором Не утверждается Ни один министр Кроме председателя Совета министров Кроме того Всякий раз Когда дума Выносит Вот ум Недоверие Правительству Она рискует Если Прошел срок Год Ее существования Она рискует Тем Что она будет Распущена В принципе Этот порядок Мне не кажется Неправильным В конституционной комиссии Я неизменно боролся И мне не удалось Тогда Верий Алексеевич Это помнит Провести принцип Паритета Президент Может распустить Думу Это правильно Дума Может вынести Недоверие правительству Это тоже правильно Но кроме того Вот сейчас Мы в комитете Согласовали И я думаю Что это общая точка зрения У нас 12 поправок Частное решение Дума Для этого Надо менять конституцию Дума Может уволить Скажем Министра обороны Потребовать увольнения Это тоже В наших поправках Выглядит Не слишком простой Процедурой Дума выносит Вот у меня доверие Президент Соглашается Или не соглашается После этого Если Дума Президент Не согласен Дума должна Преодолеть Двумя третями Голосов Но я думаю Что скажем Министр Грачев Который так Замечательно Вел позорную Грязную Чеченскую войну Я думаю Что он был бы уволен Если бы такое повышение Таким образом Можно констатировать Что сегодня сложилась Реальная ситуация Когда Дума Может получить Чуть больше полномочий Чем она имеет По конституции Только в случае Изменения Конституции Но я хочу сказать Виктор Леонидович Самое существенное Что демократия Обязательно Подразумевает Обратную связь Связь с обществом Вот эта обратная связь Как раз и нарушена Был такой Юрист Вы наверное Очень хорошо помните Шершеневич Каждый из нас Учился по его учебнику Он говорил так Власть в государстве Всегда одна Это ветви Это форма Осуществления власти Судебная Исполнительная Законодательная Но власть одна Мы сегодня Имеем власть Банкиров Коррумпированную власть Совершенно точно И все эти ветви Все то что вокруг Надо все таки Соизмерять с тем Что есть в реалии И мы хотим Реально смотреть На то Насколько это отражено В конституции А в конституции Это не отражено Ни в правах Ни в осуществлении Народовласти Ни в самом принятии Конституции Вы помните Что вообще Она принята 23% От числа Людей Включенных в списке В списке избирателей Как выясняется Это называется демократией Сейчас нам говорят Что власть одного человека Сверхъестественная Выше политбюро Выше любого царя Все таки Это лучше власть Чем власть коллективная По крайней мере Он является гарантом А когда был парламент Объявлял им автоматический импичмент Все кончилось Вот он гарант Еще одного эксперта Гарант Когда не платят людям Заработную плату Вот он гарант Это уже бюджет Ничего не бюджет Это гарантия Которую он давал Перед выборами Самая главная проблема В нашем случае Почему не работает Разделение властей Да потому что Оно сегодня Вот в той форме В которой оно установлено Оно абсолютно нелегитимно Проблема Олег Румянцев С 90 по 93 год Ответственный секретарь Конституционной комиссии Верховного совета С 94 года Консультант Госдумы Так вот Самая главная проблема В том что Эта конституция Недолговечна Потому что Она нелегитимна Ведь вспомните Даже по оценке Специальной комиссии Администрации Президента Приняло участие В референдуме По конституции Не 52 процента А всего лишь 46 Кстати говоря Белорусский народ Когда решил Подкорректировать Разделение властей Опасно грозившие Гражданской войной То вышел 85 процентов На референдум Из них Более 72 процентов Поддержали Вариант Лукашенко Они подкорректировали Подавляющим большинством Голосов Демократия Поверьте Это правление большинства В нашей же ситуации То Всевластие Которое имеет Сегодня по конституции Узкая группа Вот Туя самая Финансовая олигархия Которая Прикрывается Счетом Суперпрезидентства Она ведь С уходом Этого суперпрезидента В прошлое Или в Иной В лучший мир Она ведь Действительно Будет Крайне нелегитимна Посмотрите Что происходит Президент Указом Не имея поддержки Глава администрации Чубайс Очень остро Ощущает на себе Кризис Собственной легитимности Я думаю Что вот это главное Вот этот кризис Нелегитимности Собственно Сегодня оппозиция По-видимому Соглашается с этой Конституцией Только по одной причине Эта конституция Меньшее зло Нежели вообще Отсутствие Всякой конституции Это уже прогресс Спасибо за вашу точку зрения Нам все равно придется Пожать друг другу руки Время наше уходит Вы знаете Только одно Небольшое замещение Я думаю Что действительно Лучше иметь Ущербную конституцию Чем никакую конституцию Но важнее другое Вернее одно обстоятельство Здесь Олег Германович Вроде бы Как бы оправдывал Белорусский референдум Я хотел сказать Что Плебисциты Подобного рода Абсолютно нелегитимны Дело не только Далеко не только В количестве проголосовавших Я тоже хочу Два слова сказать В завершение Я хочу вам сказать Что да Мы будем Использовать эту Скажем прямо Нелегитимную конституцию И любой закон Который мы принимаем Для того Чтобы защищать Интересы Человека труда Мы остаемся Партией Остаемся фракцией Которая защищает Эти униженные Сегодня интересы Но сдвинуть эту проблему Мы сегодня не смогли Я вынужден это констатировать То есть получается Что вы признаете Факт существования Плохого основного закона В общем готовы И живете по его правилам Улучшить вы его не можете Но мы готовим поправки Мы эти поправки Представим Общественному мнению Мы будем пытаться Менять Прошу вас Пожмите другую руки Но это уже Все таки путь И движение вперед Благодарю вам обоим Благодарю нашей экспертной аудитории Ну а вы будете с нами Через неделю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому